Коронавирус молодеет. Специалисты все чаще ставят диагноз COVID-19 пациентам в возрасте до 29 лет. Такие данные озвучила на заседании Оперштаба руководитель Роспотребнадзора Чувашия Надежда Луговская. За неделю рост заболеваемости в этой категории 43%. Ситуация с COVID-19 в целом напряженная и требует мобилизации всех сил. За истекшие сутки положительный тест ПЦР выявил вирус у 74 человек. Шестеро погибли. Парадоксальной остается беспечность, в частности, пассажиров общественного транспорта. В масках единицы, не говоря о перчатках. Репортер республики Ольга Алексеева устроила импровизированный рейд. Почему даже бесплатные маски люди надевать не хотели? Девушка, скажите, пожалуйста, почему без маски стоите в троллейбусе? Всего за время пандемии от новой коронавирусной инфекции в республике умерли 1713 человек. Население небольшого городка. Но эти цифры, похоже, совсем не пугают пассажиров без масок. Хотя некоторые после появления наших репортеров в транспорте все же натянули маски. Причем на нужное место. Девушка, спасибо, что надели. А вы маску почему приспустили? Не боитесь заразиться или кого-нибудь заразить? Мужчины, вы почему без маски сидите? Скажите, пожалуйста. Нормально, руку делаю лучше. Я что за правильный? Столик больный, умираю. Глава республики потребовал ужесточить контроль за нарушителями в троллейбусах, автобусах, такси, магазинах и кафе. Везде, где социальный контакт неизбежен. Уже седьмую неделю цифра по ковид в Чувашии только вверх. Коронавирус в последнем месяце мы делаем интенсивнее. Выявлено 32 случая заражения индийским штаммом и 9 случаев британского. В июле зарегистрировано 1922 случая. Показатель на 26% выше заболеваемости в июне месяце. Наша сейчас задача еще более сильнее усилить контроль за теми людьми, которые мигрируют, которые выезжают на работу в другие регионы. Я бы попросил еще раз проанализировать организацию работы по контролю за соблюдением ограничительных мер. Ну и, конечно же, более жестче реагировать в адрес всех нарушителей. В прививочные кабинеты едва ли не очереди. Те, кто работают с людьми от парикмахеров до официантов, от кондукторов до водителей, уже не в принудительном, а в добровольно-сознательном порядке. Но и этого мало для создания так называемого популяционного иммунитета. Кое-где поставили вакцину только 11% сотрудников потреб рынка. В Цивильском и Ядренском районах таких 17%. Опросы показывают, люди в курсе, что единственная защита от смертельной заразы – вакцина. Вера в авось пока что сильнее страха. Власти надеются, появление свободных от вируса кафе и ресторанов заставит позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Нам действительно важно, чтобы наши сотрудники вакцинировались и наши гости были в безопасности. Именно поэтому мы сегодня организовали массовую вакцинацию наших сотрудников. Более 80% сотрудников отвакцинировано. Мы считаем, что это достаточно для безопасной работы нашего заведения. Но действительно и первая волна, и вторая волна ковида показала, что, наверное, без вакцинации, без подобных мер нам, к сожалению, эту проблему, с которой мы столкнулись, не пережить. В Чувашии привиться можно в одном из 116 пунктов вакцинации, стационарных и мобильных. К слову, в стране зафиксирован новый и чрезвычайно опасный штамм COVID-19. Субтитры создавал DimaTorzok